Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас из студии универсального формата. Меня зовут Юлия Север. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Подключайтесь к нам, 202-11-22. Запишите этот номер телефона, он вам еще пригодится. Ну, конечно же, во-первых, чтобы задать свои вопросы нашим гостям. Ну, а во-вторых, чтобы выиграть свои призы, которые мы совсем скоро разыграем. Итак, что ж, за окном уже практически весна. Но согласитесь, солнышко уже светит по-весеннему. А это значит, что пришло время задуматься о своем внешнем виде, о своей красоте. Многие говорят, что красота требует жертв. Сейчас многие все-таки утверждают другое. Красота требует не жертв, а регулярности, постоянности. Вот как раз, наверное, об этом мы поразмышляем сегодня в прямом эфире. Еще раз напоминаю, телефон нашего эфира 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Тем более, у них можно многое спросить. Итак, я вам представляю наших первых гостей. Сегодня у нас представители международного центра Agile, Самарского центра, который представлен нас в Самаре. Итак, знакомьтесь, Ирина Есипова, правильно, назвала фамилию. Это у нас, во-первых, менеджер компании. Ну и Наталья Черновол, старший менеджер компании. Здравствуйте. Извините. Ну, во-первых, разрешите вас поздравить, наверное, что вот совсем-совсем скоро уже наступит замечательное время года, весна. И это действительно то время, когда начинаешь задумываться о своей красоте, о своей внешности. Ну и как раз, думаю, сегодняшняя тема, сегодняшний эфир будет очень многим актуален. Согласны со мной? Да, конечно. Тем более, что скоро 8 марта. Замечательный праздник для многих женщин. Необходимо подумать, что же купить для себя. Ну и многим мужчинам это, между прочим, не отсаживайтесь от телевизора далеко, потому что сегодня будут разданы замечательные советы, что же подарить своей второй половинке, что же подарить своим любимым женщинам в преддверии 8 марта. Правильно? Ну что ж, давайте начнем разговор. Скоро, расскажите, пожалуйста, о истории компании Agile. Как давно существует? Как давно в Самаре представлена? Компания вообще существует с 2005 года, а в Самаре она с 2009. Официально в России зашла в 2009 году. И существует вся необходимая сертификация, которая позволяет нам присутствовать на рынке БАДов. И просто компания вышла с совершенно новой революционной идеей, потому что БАДы – это хорошо, это замечательно, без них человек просто в настоящее время не может существовать, потому что идет нехватка витаминов. Но компания представила, разработала совершенно новые технологии – суспензионные гели. И вот именно такие гели, продукция представлена именно в таких вот пакетиках красивых, которые очень вкусные, и позволяют нам восполнить недостаток витаминов абсолютно в разных областях сферы жизни нашей. Поэтому те люди, которые хотят жить долго, счастливы, быть здоровыми, иметь здоровых детишек, просто обязаны позволить себе пользоваться хорошей, качественной продукцией. Мы как раз сейчас видим в эфире гели, как они представлены, так понимают, что каждая линейка имеет какое-то свое действие на организм. Хорошо. Как давно вы лично столкнулись с продукцией этой компании, о своей истории личной? Почему решили заняться именно этим делом? Как познакомились? Ну, я по своему образованию медицинский работник. И всю свою деятельность я понимала, что помимо того, что лекарства, конечно, это лечащий момент, да, лечение, необходимо поддерживать свой организм. Чем же нужно поддерживать свой организм? Да, есть витамины, есть микроэлементы, но, к великому сожалению, витамины в таблетированной форме, они усваиваются всего на 18%. Есть и Мирная организация здравоохранения, ВОЗ, она в интернете дает эту информацию. Сок полезен для организма, он содержит достаточно витаминов и микроэлементов. Но технология приготовления сока позволяет, вернее, не позволяет этому соку всасываться больше, чем на 40%, там есть момент термообработки. И ученые всего мира давно уже задумались, 20 лет тому назад задумались, как подать человеку полноценное сбалансированное питание, которое бы содержало все достаточно витаминов, микроэлементов, макроэлементов. То есть дать возможность человеку продлить свою жизнь за счет полноценного питания. И эта технология – это суспензированный гель. То есть суспензия – это взвесь молекул. Если мы возьмем сок, там, где есть мякоть, вот это и есть то, что полезно для организма. Самое ценное такое. Самое ценное, да, самое ценное. И ученые действительно создали вот суспензированный гель. В этом геле также витамины, микроэлементы, они находятся как взвесь. Фармацевтическое вот такое выражение суспензии – это взвесь молекул. И эти молекулы в живом виде. Технология позволила сохранить живую молекулу, ее трехмерность. И всасывается, когда мы кушаем фрукты, ягоды кушаем, да, овощи сырые, всасывается в организм все полезное, что в нем находится. И вот эта технология тоже дает возможность всасываться на 100%. Самое главное, что это легкоусвояемая пища. Следующий момент. Она полезна. Если она усвояемая и еще полезна, то организм действительно омолаживается за счет получения вот этой продукции. Во всем мире эта продукция называется функциональное питание. То есть поддерживаются все функции организма. Линейка очень хорошая линейка. Здесь и поддержание опорно-двигательного аппарата. Здесь и витаминно-минеральный комплекс. Здесь и поддержание сердечно-сосудистой системы. То есть дает возможность профилактики инсульту, инфаркту. Я думаю, мы поговорим о линии гораздо подробнее чуть-чуть попозже. А вот сначала мы поняли, что Наталья вас заинтересовала именно продукция как медика. Изначально вы нам объяснили с медицинской точки зрения, как она действует на организм. Ирина, ваш личный опыт, как начался? Когда Наталья Георгиевна мне рассказала об этой продукции, я, конечно, как любой нормальный человек, ну, может, ненормальный, мы все привыкли проверять на себе. Ну, конечно, все скептики, наверное. Были довольно большие проблемы со здоровьем, в плане того, что регулярно весенняя аллергия, нацветение. У нас есть фотография даже ваша, которая представлена вот до приема этих препаратов. Давайте сейчас посмотрим как раз, а вы нам рассказываете историю дальше. В общем, была сильная аллергия, и я каждую весну не могла выйти нормально на улицу, выходила сначала таблетки, спреи для насморка, от насморка, капли в глаза. И вот этот набор регулярный, я понимала, что это не лечит, просто снимает симптомы. И, мало того, все, как говорится, все лекарства, они чаще всего влияют, имеют побочные эффекты и влияют на сердце, на почек, на печень, на почки. Ну, как раз сейчас видим, да, и все уходит на лицо. И кроме того, у меня были, да, очень большие проблемы с лицом, гнойные вот эти высыпания на лице, сильные рубцы. И когда появилась у нас продукция ГРИН, очищение кишечника, ФИТ, это нормализация обмена веществ. Вот на этой продукции, фотография была сделана в 2009 году, то есть мне просто было, ну, комплексовало, сами понимаете, для женщины внешность это важное. Вот, и то, что сейчас, вот у меня уже несколько лет нет новых высыпаний, рубцы тоже практически зажили, потому что есть замечательно омолаживающая косметика, она без возраста называется, Эйдж, возраст, лес, меньше, то есть хорошая очень, она и для мужчин, и для женщин подходящая. Поэтому я полностью поверила в эту линейку. Ну, конечно, когда есть результаты, да, это, конечно, вдохновляет. Слушайте, ну, интересно. Я предлагаю поговорить о составе, что же такого чудодейства содержится в этих препаратах. Чуть-чуть попозже давайте сначала обратимся к нашим телезрителям. Собственно говоря, разыгрываем мы билеты на концерт Игоря Христенко, 25 февраля состоится сей событие. Ну, вопрос связан у меня, конечно же, сегодня с красотой, с косметикой. От какого фрукта происходит слово помада? Помада. Это груша, яблоко, персик, либо апельсин. 202-11-22. Ответите верно, получите билеты на концерт. Звоните, не стесняйтесь, конечно же, задавайте свои вопросы, если у вас возникли какие-нибудь к нашим сегодняшним гостям. Ну, а пока говорим о составе, что содержится в данных препаратах. Ну, Наталья Георгиевна частично уже затронула эту тему, поэтому я просто, может быть, где-то повторюсь. В основном, основная составляющая этой продукции – это гуаровые эксантановые камеди. Это абсолютно натуральный продукт, который в себя, как вгеливают такую матрицу, есть небольшие микросферки попадаются, и там размещена вся продукция. Все витамины, микроэлементы, минералы, фрукты и овощи какие-то. И они между собой не конфликтуют. Если, например, сейчас очень хорошо рекламируют таблетки «Алфавит», и говорят, что эту таблеточку надо принять утром, эту в обед, эту вечером, потому что витамины, которые находятся в этих таблетках, они между собой могут конфликтовать. То здесь, вот, например, продукт «Мин», он включает в себя полностью стопроцентную суточную норму витаминов и 50-процентную суточную норму минералов, и они между собой не конфликтуют. Каждый поступает именно туда, куда он должен поступать. И поэтому вот за счет того, что эта продукция вся в гелевой форме, идет очень быстрое усвоение с языка. Замечательная продукция у нас идет на омоложение. Вот этот замечательный продукт, GSH называется, он способствует выработке собственного глютатиона в организме. Это естественный антиоксидант, который у нас присутствует от рождения. Но с возрастом он постепенно начинает сходить на нет. Каждый год у нас несколько процентов минус идет. И поэтому происходит естественное старение человека. Ирина, можно мне, пожалуйста, посмотреть, как выглядят вот такие препараты? Вот такие интересные гели, которые принимаем каждый день. Один пакетик в день достаточно. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте узнаем, что же хочется нам рассказать. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, уважаемый телезритель. Мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно, что дозвонился к нам мужчина. Значит, и мужчина смотрит, выбирает, наверное, подарок к 8 марта своим любимым женщинам. Уже знаете, что дарить, кстати? Нет, пока еще не решили. Еще пока не решили. Ну вот смотрите, быть может, сегодняшний наш эфир. Какие-нибудь идеи вам подскажет. Косметика, интересные препараты, которые помогут оздоровить организм изнутри. Ну а пока давайте попробуем ответить на мой вопрос. От какого названия, от какого фрукта происходит слово «помада»? Груша, яблоко, персик или апельсин? Еще раз, можно ответить? Груша, яблоко, персик или апельсин? Ну, вы знаете, такое слово «древнее персик» было, ну, это, да, вот, с лицом женщины могут сказать персика. Угу. Интересный вариант ответа, к сожалению, и неверный. Ну, я надеюсь, быть может, сейчас подумайте как-нибудь. Минус один, груша, яблоко или апельсин. Быть может, второй, давайте попробуем вариант ответа. Какой? Скажите нам, прямо сейчас, второй шанс. Груша, яблоко или апельсин? Груша, яблоко или апельсин? Ну? Ну, апельсин. Апельсин. Нет, к сожалению, тоже неверный. Ну что ж, я надеюсь, быть может, сейчас подумайте, либо вы к нам дозвонитесь, либо другой телезритель попытаются нам ответить, от названия какого фрукта происходит слово «помада» – «груша» или «яблоко». Подскажу вам, что вот какой-то фрукт на латинском языке очень сильно напоминает слово «помада». Вот такая вам подсказка, чтобы вы, дорогие друзья, к нам дозвонились и, собственно говоря, выиграли билеты на концерт Игоря Христиенко 25 февраля. Немножечко сказали вкратце о составе. Действительно, очень много представлено препаратов, которые отвечают за то или иное действие. И я понимаю, что каждый разнообразен в своем составе, так? Ну, состав в основном – гель, в него уже помещены необходимые для каждого случая микроэлементы и витамины. Слушайте, ну я понимаю, что действительно это не только полезно, но очень вкусно. У нас есть фотографии, что пробуют даже животные. Давайте посмотрим и как-то прокомментируем их. И звезды, я так понимаю, многие используют. Вот как раз доказательство того, что даже животные одобряют. Животные вообще с огромным удовольствием кушают эту продукцию. И домашние кошки, если прибаливают или даже абсолютно здоровые, они эту продукцию просто выпрашивают. Когда сама начинаешь кушать, животные просто подходят, смотрят на тебя такими глазами и просят «дай». Открываешь пакетик, выдавливаешь, вылизывает, все без остатка. Но вот, пожалуйста, звезды, это спортсмены. Да, почему звезды из спорта еще могут пользоваться этой продукцией? Потому что продукция имеет антидопинговый сертификат. То есть здесь никаких запрещенных продуктов нету, препаратов. И соревнованиях спортсменов не снимут. Привыкание это не вызывает. И поэтому можно пользоваться в любое время, в любом месте. Сейчас были очень много спортивных соревнований. И Олимпиады в Сочи, и был ледниковый период с Анитой Цой шел. Можно было видеть, что спортсмены кушают в перерывах, в антрактах, как у них это называется, кушают вот эту продукцию. Подкрепляют, заряжаются силой. Да, потому что здесь вот вольт, это очень хороший, физическую выносливость дает спортсменам силу. За счет гуараны, это очень хороший продукт. Ом тоже очень хорошо помогает сконцентрироваться, память улучшить. Тоже здесь полный комплекс витаминов В, то есть нервную систему приводит в порядок, человек успокаивается, сосредоточивается. И готов к выполнению каких-то серьезных заданий. Реализует все свои поставленные цели. Ну, я думаю, что цель наметила наш телезритель. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Ольга. Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас секрет вашей молодости и красоты? Хорошее настроение, наверное. Хорошее настроение, хорошо. Ну, вот такие вот интересные у нас сегодня продукты рассматриваем. Какие-то витамины, минералы, я думаю, употребляете? Да, комплекс витаминов. Комплекс витаминов. Ну, вот, пожалуйста, рассмотрите, пожалуйста, такой интересный вариант, как гели, который необходимо принимать один раз в день, одна пачка. И тоже, быть может, увидите какие-то результаты, сравните, нам расскажете потом. От какого фрукта произошло название помада? Я думаю, яблоко. Яблоко. Это действительно верный ответ, потому что помум, яблоко на латинском языке, что первоначально, и первоначально помада изготавливалась именно из яблок. И вот так вот, собственно говоря, такая история этого замечательного косметического средства. Я вас поздравляю, два билета на концерт Игоря Христенко достаются вам 25 февраля, отправляетесь вы на это событие. Что ж, расскажите, пожалуйста, основные принципы, на что стоит обратить внимание при выборе того или иного, тех или иных добавок, того или иного препарата? Ну, конечно, нужно всегда следить за очищением организма. И вот в этой продукции, которая сейчас здесь предоставлена, есть грин. Состав грина дает возможность очистить кишечник, очень щадяще очистить, очистить вот все ворсинки, которые у нас в кишечнике есть. И восстанавливает микрофлору. Потому что микрофлора, когда нормальная микрофлора в кишечнике, то, естественно, всасывание всего того, что мы кушаем, оно действительно полноценное. Очень замечательный у нас антиоксидант, фиолетового цвета пакетики, это здесь 200 антиоксидантов. То есть в разных фруктах, овощах есть антиоксиданты, но их в небольшом количестве. А здесь 17 фруктов и ягод предоставляют вот эти 200 антиоксидантов. Для чего? Профилактика такого серьезного недуга у человека – это аллергия. Чистит саму клетку. Вот эти антиоксиданты чистят клетку. Очень хороший, замечательный продукт – это есть юми. Юми является, помимо всего, в состав входит фукоидан, и в интернете можно почитать, что из себя представляет фукоидан. Он наводит порядок в организме. Является онкопротектором. Чистит уже межклеточное пространство, если действительно клетки, которые у нас, они при делении обновляются и засоряют межклеточное пространство, здесь чистится как раз межклеточное пространство. Я думаю, с любой целью, с любой задачей можно обратиться к вам, ваши консультанты, специалисты подскажут, помогут. Есть каталоги, где можно изучить всю продукцию. Ну и, конечно же, дорогие друзья, в течение эфира вы видели контакты с телефоном, с адресом, куда можно обратиться, куда можно приехать и, собственно говоря, узнать все поподробнее. Что ж, вам спасибо, что были у нас в эфире. Мы сейчас смотрим интересный сюжет, как же сделать какие-то косметические процедуры у себя дома. А после возвращаемся в студию. Спа-процедура в домашних условиях – хорошая альтернатива для тех, у кого нет времени и средств для посещения салона или спа-курорта. В домашних условиях делаются самые разнообразные маски, предназначенные для увлажнения и питания кожи, для придания ее упругости и эластичности. Но особой популярностью пользуются маски для похудения. Приготовление такого средства отнимет у вас немного времени, зато результат порадует. Вот некоторые рецепты популярных масок для похудения. Мелкую морскую соль перемешивают с одной ложкой меда и двумя ложками оливкового масла. Все ингредиенты тщательно смешиваются до однородной массы. Тело следует распарить, а затем с помощью массирующих движений на него наносят маску, которую нужно оставить на 15 минут. Данная процедура очищает поры кожного покрова, вводя через них токсины из организма. Весьма полезна и эффективна процедура, применяемая в сочетании с термообвертыванием. Вам необходимо в 100 мл горячей воды развести 200 г какао-порошка. Горячую густую смесь нанесите тонким слоем на проблемные зоны. Затем эти участки тела оберните пищевой пленкой и утеплите. Через полчаса маску смойте горячей водой. Маска с красным перцем. Основные ингредиенты для этой процедуры – красный перец в 2 ложки, молотая корица, оливковое и репейное масло в том же количестве. Все тщательно перемешайте до состояния однородной массы. Нанесите ее на проблемные зоны, массируя тело круговыми движениями. А затем укройте пленкой. Маску желательно держать 15 минут. Но если у вас чувствительная кожа и ощущаете сильное жжение, маску можно смыть гораздо раньше. Все горячие маски нужно наносить на подготовленное, распаренное тело. Тогда и результат будет более эффективным. Курс похудения с использованием масок может длиться как 10 дней, так и несколько месяцев. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но, как известно, терпение и труд – все перетрут. Говорим сегодня о красоте. Красота правит миром. Это действительно так. Кто с этим не согласен, звоните к нам в эфир. 202-11-22. Мы вас переубедим. Ну что ж, поможет мне убеждать всех наших телезрителей в том, что действительно красота, наверное, спасет мир. Что быть красивой могут каждый. Девушка, которая знает о косметике. Но если не все, то очень-очень многое. Которая ведет собственный блог. Ну и которая является директором отдела корейской косметики. Мика, Мика, Дарья Саракалит. Здравствуй, Дарья. Добрый день. Ну, рассказывай, пожалуйста, нам свою историю. Почему именно корейская косметика? Ты, как человек, который действительно очень много знаешь о косметике, очень много попробовал на себе, очень много делишься со своими телезрителями, тоже, наверное, зрителями. Почему именно корейская косметика остановилась на ней? Ну, дело в том, что я, наверное, как и многие девочки, очень падка на какие-то новые вения в моде и в косметологии в том числе. И я очень люблю, чтобы на столе стояли красивые баночки. И чтобы они, кроме того, что были красивые, еще имели очень хорошее качественное содержание. И около четырех лет назад одна моя знакомая, вернувшись из заграничной поездки в Сеул, привезла мне маленький волшебный тюбик с настоящим биби-кремом, который я попробовала и поняла, что, испробовав уже достаточно много средств и из масс-маркета, и из люкс, я ничего не встречала подобного. И потихоньку я начала пробовать какие-то крема, маски, и поскольку у нас в России это на тот момент вообще не было представлено, и мало кто знает о таком явлении вообще, как корейская косметика, то я как-то заказывала из Кореи, кого-то просила, чтобы привозили, и давала пробовать и подружкам, и маме. И такой собирательный образ получился, что каждая из тех девочек, которая пробовала, говорила о том, что, да, на самом деле аналогов они пока не нашли. И поэтому пробовала я, пробовала и на себе, и на подружках, и в итоге все вылилось в то, что я решила привнести как знамя корейской косметики для наших самарских девушек. Ну мы сейчас вот видим на столе очень, во-первых, что меня поражает, как любую, наверное, девушку, это милость баночек. Это действительно очень красивые, веселые, интересные, вот такие вот, я так понимаю, что это маски, да, в таких очень интересных пакетиках, что приятно, по крайней мере, купить, подарить, опять же, и так далее. Что содержится? Какой ассортимент представлен? Это только декоративная косметика или, наоборот, только уход за лицом, за кожей, волосами? Что представлено ассортиментом? Конечно, есть линейки, как для ухода за кожей лица, причем для разных возрастов, то есть буквально девочка лет уже 15, тем более возраст переходный, начинаются какие-то прыщики, может найти для себя подходящий крем, так и мама этой девочки, подружка этой девочки, тетя и так далее. То есть для каждого возраста любая девушка найдет именно свой продукт. Да, конечно, вы правильно абсолютно отметили, что нельзя не обратить внимание на эти чудесные упаковки. И они, пока я тоже не встречала аналогов, чтобы где-то на прилавках в магазине стояли вот эти замечательные яблочки, лежали вот такие масочки, на которых изображены свинки, мишки и так далее. То есть это смахивает вроде как бы с одной стороны на детскую косметику, но мы девочки такие, что мы любим, чтобы радовала глаз упаковка. А тут сочетание и ингредиентов, и самой упаковки, то есть все вместе. А что касается ингредиентов, большой сейчас просто бум в корейской косметике – это улиточная косметика, косметика с экстрактом улиточной слизи. Слушайте, прям буквально недавно видела очень интересный сюжет о улиточном массаже, что улитки ползают по лицу, но это, наверное, не особо приятно, а вот косметика – это хорошая альтернатива. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Да, у улиток они очень животные хорошие, те, кто держит их, они знают о полезных свойствах этой самой улиточной слизи. И как бы это ни звучало, улиточная слизь, много кого это отталкивает, но на самом деле она очень высоко регенерирующим свойством обладает. Есть два вида слизи. Первая – это которую улитка оставляет за собой, когда ползает. Эта слизь служит ей только для того, чтобы она скользила, для удобства ее передвижения. А та слизь, которая нужна нам, которая содержится в кремах – это муцин, называется улиточный секрет, и его добывают таким очень интересным образом. Выращивают в Чили очень большие фермы улиточные, и этих улиток собирают в центрифуге, где их подвергают тряске. В общем, улитки эти пугаются и выделяют вот этот вот улиточный секрет, который собираются. То есть ни одна улитка не страдает их, никто не давит, не убивает, все остаются живы. После этой тряски их снова выпускают на плантации и собирают эту слизь, и из этой слизи уже делают те самые чудодейственные крема, которые сами улитки используют эту слизь для собственной регенерации поврежденных тканей. Соответственно, и для человека она обладает тем же самым свойством, и для молодых девочек это регенерация в плане ухода за проблемной кожей, для уже женщин пожилого возраста, либо среднего возраста, это, конечно же, профилактика, старение и избавление уже от существующих каких-то морщин. Тем, кто пока еще не знаком с корейской косметикой, но хочет попробовать, что бы посоветовали, с чего начать, что попробовать, какую-то, может быть, какую-то линию и так далее? В первую очередь, конечно, не стесняйтесь задавать вопросы консультанту, потому что в зависимости от того, сколько вы предоставите информации, вероятность того, что вы получите продукт, который будет максимально эффективно работать именно на вашей коже, она возрастает просто до небес. Поэтому обязательно консультанту сообщите, какой у вас тип кожи, какие у вас проблемы, что вы хотите получить именно от того или иного продукта, потому что когда я только знакомилась с корейской косметикой, я была таким слепым котенком, которая где-то там на женских форумах что-то там почитала и решила, что мне это обязательно срочно нужно попробовать. Но поскольку сейчас у нас уже есть такая возможность пообщаться с людьми, с русскоязычными, с русскоговорящими, которые могут объяснить, для чего нужен тот или иной продукт, который подают именно вам, чтобы не совершать покупок, которые вам не нужны, то, конечно, лучше общаться с консультантом. Я как раз под наш разговор хочу показать фрагменты видеоблога, как вы ведете. Как раз, ну расскажите вообще, что, чему учите в своих видео? Это опять-таки все вытекло из того, что я очень люблю все, что связано с косметикой, и на моих полочках ее огромное количество, я постоянно что-то, только выйдет какая-то линейка у какого-то производителя, не обязательно нужно попробовать, рассказать. Вы как раз, видимо, это как раз корейское блогу, это вот уже просто. Да, это я, и рассказываю девочкам, чтобы что-то посоветовать, на что стоит обратить внимание, и от каких-то покупок огородить, чтобы не тратить попросту свои деньги, потому что у нас рынок косметически огромный, в том числе, конечно, рассказываю о корейской косметике, в общем, не без этого, поэтому, да, это мое такое большое увлечение, все вытекает одно из другого. Хорошо, у нас есть звонок, не звонок, вопрос, точнее, для нашего телезрителя. Я думаю, вы с этим вопросом, наверное, справитесь, как любитель косметики, как знаток каких-то модных интересных штучек, но я думаю, и наши телезрительницы тоже с ним справятся. Какая из этих косметических фирм была названа не в честь какого-либо человека? Maybelline, L'Oreal, Estee Launder или Max Factor? 202-11-22, ответите верно, получите два билета в кино, киномечта ждет вас на любой сеанс. Итак, какая из этих косметических фирм была названа не в честь какого-либо человека? Знаете, нет? Если знать, не подсказывай, в любом случае, если не знаете, то сейчас узнаете, ничего страшного. Догадываюсь. Догадываетесь. У нас уже есть звонок, какой у нас? Быстрый оперативный телезритель. Здравствуйте, как вас зовут? Вот, слетел наш звонок. Что ж, если вдруг вы сейчас хотите нам набрать, набирайте, не стесняйтесь, потому что до конца эфира остается не так много времени, поэтому успейте выиграть наши подарки. Итак, Дарья, хочется спросить у вас, ну, я так понимаю, то, что мы собрались сегодня в преддверии, ну, не совсем в преддверии, но уже стоит готовиться к замечательному празднику 8 марта. Что посоветуете мужчинам, что посоветуете женщинам? Ну, какой подарок? Вот, может быть, лично вы хотели, лично вы советуете своим подругам или мужчинам знакомым, которые интересуются? Те мужчины, которые обращаются с просьбой подобрать какой-то подарок своим женщинам, конечно, в первую очередь, опять же, обращают внимание на эти упаковки. Ну, какая женщина не хочет получить на 8 марта какое-то красивое яблочко, которое, во-первых, ее с приятной стороны удивит уже внешне, и потом, когда она уже распробует этот продукт, конечно, она не останется равнодушной, я уверена, потому что аналогов, как я повторюсь, ни в масс-маркете, ни в люкс по ингредиентам и по действию, конечно, нет. То есть, так или иначе, я понимаю, что консультанты, они помогут подобрать либо в подарок, либо для себя, ну, дорогие мужчины, хотя бы минимум какой-то информации о своих любимых женщинах, разузнайте, узнайте, какой тип кожи хотя бы, ну, или что хотите, как выглядела ваша женщина. Скажите, хочу, чтобы были румяные щечки у моей прекрасной леди, я думаю, консультанты вам какой-нибудь подарок предложат. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгения, да. Евгения, очень приятно. Ну, скажите, пожалуйста, вы следите за своей красотой. Есть ли какой-нибудь собственный секрет? Нет, своего секрета нет. Нет своего секрета. Ну, косметикой пользуетесь? К сожалению, да. К сожалению, да. Хорошо. Рассмотрим, почему, к сожалению, кстати говоря, после звонка. Скажите, пожалуйста, какая из этих косметических фирм была названа не в честь какого-либо человека? Мэйбелин? К сожалению, тоже два варианта. Я знаю, что два из человек, это я точно знаю. Ну, давайте погадаем с вами, кто в честь человека был назван. Это Лаудор, Макс Фактор, это Люди. Макс Фактор, да, это действительно были такие Люди. Да. Давайте теперь отгадывать, Лореаль или Мэйбелин? Может быть, Лореаль? Лореаль. Ну, слушайте, я вас поздравляю, у вас очень хорошая интуиция в любом случае. Вы ответили действительно правильно, потому что Мэйбелин, основатель его фармацевт Вильямсон, он назвал косметику свою в честь младшей сестры Мэйби и связал со словом вазелин. И получился Мэйбелин. Вот такое интересное название, такая интересная история. Я вас поздравляю, билеты в кино достаются вам. Ну и, конечно же, желаю всегда быть красивой, свежей и сногсшибательной для всех мужчин. Почему? Вот, кстати, наша вся зрительница сказала, что, к сожалению, пользуюсь косметикой. Некоторая косметика пагубно влияет? Ну, я понимаю. Есть ли какие-нибудь такие средства, которые помогут восстановиться коже после косметики декоративной, я имею в виду? Да, конечно. Есть прекрасные средства у корейских производителей для очищения кожи. Вообще, по статистике, европейская женщина на то, чтобы очистить свою кожу, на демакияж тратит 15 минут в день. Кореянки же тратят 40 минут утром и 40 минут вечером. То есть, они настолько тщательно сидят за своей кожей, и я думаю, что все, кто видел кореянок либо в рекламах, либо в каких-то фильмах, те не могут не отметить, какая у них красивая, ровная кожа, как будто отфотошопленная. Это именно следствие того, что они очень тщательно подбирают уход за своей кожей и пользуются действительно качественной косметикой. То есть, залог в очищении. В принципе, в первом блоке мы поняли, что надо очищать организм изнутри, давать какую-то подпитку. Опять же, очищать лицо перед нанесением макияжа, после нанесения макияжа? Да, конечно. Кроме пенок и геля для умывания есть очищение такое, как пилинг. Например, у корейцев тоже такой азиатский бум на пилинг скатки. То есть, это непривычные нам скрабы, которые с помощью абразивных частиц скрабируют нашу кожу. Это пилинги, которые очень мягко отшелушивают верхний слой кожи за счет того, что они скатываются в целлюлозные небольшие катышки, которые аккуратно снимают верхний слой кожи. Не кожи, извините, загрязнения. Да, очень тщательно чистят поры и так далее. Ну и, соответственно, потом идут у них сыворотки, какие-то эмульсии, эссенции. То есть, у них нет такого, что я пошла умылась, я намазалась кремом, я легла спать. У них идет эмульсия, эссенция, тоник, крем и плюс еще ночная маска. Я думаю, что никто из нас, у европейцев не встречал такого понятия, как ночная маска. Корейцы, да. Ну вот подтверждение опять сказанной в начале мною фразы, что красота требует не жертв, а регулярности, постоянства. Необходимо просто следить за собой, необходимо взять в привычку, наверное, уход, и тогда будем красивы и светиться просто-напросто изнутри. Дарья, немножечко о производителях поговорите, пожалуйста. Кто производитель? Ну, мы понимаем, что это корейская фирма. Проверены ли у вас производители, которые предоставляют косметику? Да, конечно. Вся продукция сертифицирована, имеет всю документацию и совершенно легально продается у нас. Что касается производителей, то поскольку я уже на протяжении четырех лет сама пользуюсь косметикой, то я стараюсь предлагать потребителю именно то, что я знаю, что сама работает, либо уже испробовав это на себе, либо на ком-то из своих знакомых. И у меня вот именно такой подход, чтобы я знала про каждый продукт точно, что он делает, что он не делает, чего от него стоит ожидать. А количество фирм, представленных у нас, оно очень огромное, потому что если у европейцев мы знаем, может быть, 5-7 люксовых марок, которые у всех на слуху представлены у нас в федеральных сетях, также 5-7, максимум 10 марок из масс-маркета. В Корее же это огромное количество производителей, ну, буквально десятки, может быть, 50 минимум. И у каждого производителя есть продукты, которые действительно достойны внимания. Да, что посоветуете телезрителям, вот под конец эфира, прям емко, какое-нибудь ваше пожелание? Ну, у нас близится 8 марта, и я бы всем девушкам, женщинам хотела пожелать прежде всего внутренней гармонии, гармонии с собой, будьте красивыми, будьте счастливы, будьте позитивны, следите обязательно за своим здоровьем, как изнутри, так и снаружи, следите за своей кожей, я желаю, чтобы ваша кожа всегда вас радовала, ну, а мы постараемся сделать вас еще краше. Что ж, спасибо большое, я думаю, всю информацию вы увидели в течение эфира на своих экранах, все услышали, я вам, конечно же, тоже желаю всего хорошего, самое главное, улыбайтесь, потому что улыбка любую девушку, любого мужчину делают обворожительными. Всего вам доброго, с вами была программа «Универсальный формат», увидимся завтра в 13.05. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова